Три спортивные школы из Бреста, Барановича и Пинска выставили команды для участия в первенстве Брестской области по спортивной гимнастике. Помимо того, что соревнования квалификационные и у спортсменов есть возможность повысить свой разряд, гимнасты борются за право представить свою школу на республиканском уровне. Соревнования проходят по программе первого, второго, третьего взрослых разрядов, кандидатов мастера и мастеров спорта. Здесь участвуют сборные команды детских спортивных школ в нашей области. У нас культивируется гимнастика в трех городах – Барановичах, Пинске и Бресте. В Пинске, к сожалению, только женская гимнастика, мужской нет, а в Барановичах и Бресте и мальчики, и девочки. В соревнованиях принимает участие порядка 50 спортсменов от 2005 года рождения и моложе. Несмотря на юный возраст, большинство из ребят занимается больше трех лет и уже не раз бывали на соревнованиях самого разного уровня. Сегодня 9 спортсменов Брестской школы входят в резерв национальной команды. Здесь собраны ближайший наш резерв, лучшие дети, которые будут представлять в том числе и нашу область на республиканских соревнованиях, не только в своей школе. Девочки соревнуются в четырех видах спортивной гимнастики, мальчики – в шести. В первый день гимнасты представили квалификационную программу, которая состоит из набора обязательных элементов. При этом судьи оценивают только исполнение. Это очень экстремальный вид спорта и она мне очень сильно нравится. Я люблю физические нагрузки, я люблю спорт, мне нравится заниматься профессиональной гимнастикой. Соперники есть достойные, но я думаю, эти соревнования пройдут хорошо и надеюсь на победу. Окончательная оценка у мальчиков состоит из двух параметров – за трудность упражнения и чистоту исполнения. У девочек добавляется еще и третий балл – за артистичность. Не менее требовательно в спортивной гимнастике относятся и ко времени. Так, на выполнение вольных упражнений юношам отведено 70 секунд, а девочкам на аналогичную программу и упражнения на бревне – полторы минуты. Красиво, когда больно делалось, все время восторг. Есть немножко страх, когда наволнуешься сильно. И все время, когда смотрят, восхищаются гимнастиками. Я когда маленькая смотрела, тоже смотрела, и мне захотелось пойти на гимнастику. Самое сложное – это бревно и ковер, либо бруси. Самое для меня простое – это прыжок. По итогам первенства соревнования проходят в течение двух дней. Команда-победитель представит свою школу и регион на республиканском первенстве, которое пройдет 4 февраля в Гродно. Елена Альшова, Андрей Щербат, Луковкин, телекомпания БУК-ТВ.